Девушки отдыхают Мало кто знает, что все мировые процессы контролируются небольшой группой избранных. Но что это за группа? Ее официальное название – Group of Seven или Группа Семи. Но как эту структуру только не называют. И большой, и великой. От английского слова Great. Но мало кто обращает внимание, что истинный смысл деятельности этой организации сокрыт в букве и числе. Семерка – это же сакральный каббалистический смысл. Семерка – это знание, это движение вперед, это указание пути. Ну, там масса всего на это накручена. И вдруг G8. А G8 что? G8 – это, извините, на бок положите, это бесконечность. У нас нет ничего. Мы улетели в бесконечность. Мы улетели по ленте, туда-сюда. У нас ничего не получилось. И этого не поняли. Масса людей, не понимающих сакрального смысла символов, убивает этот символ навсегда. Но почему, начиная с 90-х годов прошлого века, в идею создания тайного мирового правительства снова вдохнули жизнь? Кто стал непосредственным заказчиком возрождения этой идеи? По мнению экспертов, основным и главным заказчиком возрождения идеи мирового правительства стали Соединенные Штаты Америки, которые увидели одну очень важную для себя возможность – возможность управлять миром через наднациональный институт мирового правительства. А способствовало им в этом создание Европейского Союза, который стал очень стремительно расширяться, и который в настоящее время охватывает практически все европейские страны. Дело в том, что вообще по своему формату все закрытые организации, а G7 является закрытой организацией, по одной простой причине, что она в себя к страну никого не пускает. Поэтому она семерка, шестерка, и в смысле главные его шестерки. Вот, семерка. А они все построены по одному принципу. Даже наша КПСС была построена по этому принципу. Недаром Сталин говорил, что Коммунистическая партия Советского Союза – это закрытый орден Неченосов. По мнению политологов, семерка противопоставляет себя остальному миру, потому что пытается отстаивать свои политические и экономические интересы. И у европейской бюрократии есть несколько точек зрения на то, каким путем лучше эти интересы отстоять. Среди них есть две генеральные, но противоположные друг другу линии партии. Первая – совместно с Соединенными Штатами бороться против России, как это делалось во времена Наполеона, Вильгельма II и Адольфа Гитлера. Антироссийская логия в европейском Союзе имеет серьезные преимущества в том отношении, что она до сих пор занимает командные политические высоты, потому что она формировалась на протяжении последних 50-70 лет. Это уже несколько поколений бюрократов. Это определенная бюрократическая и политическая традиция. И сломать ее сразу, причем не революционным путем, а эволюционным, очень сложно. В последнее время историки все чаще отмечают тот факт, что взаимоотношения между Россией и группой Семи напоминают мировые события 40-х годов прошлого столетия. Разве что пока никто ни в кого не стреляет. Первая мировая война во многом началась ввиду попытки европейских государств проводить слишком активную протекционистскую политику. В результате чего между ними возникли неразлишимые экономические противоречия. Фактически они оказались в состоянии экономического конфликта, за которым последовал военный. Поэтому, да, в общем-то, санкции – это в определенной степени непрямые военные действия. Но почему происходит именно так? Как полагают историки тайных обществ, абсолютно все руководители западноевропейских государств должны быть мастерами тайного братства масонов. Но и это еще не все. Их уровень посвящения в сакральные тайны мира должен соответствовать высшим градусам или степеням различных закрытых организаций. Более того, эти сильные миры сего перед началом своих заседаний используют различные эзотерические учения. Масонцы, как некое такое явление, скажем, общественное явление, оно известно с давних-давних пор. Это знаменитая цифра 1717. Это очень смешно, что сейчас у нас как раз 17-й год, и все забывают, что не только революция 1917 года, но и появление официального масонца тоже связано с 17-м, только 1717 годом. И вот с этого времени оно так, скажем, расплодилось, расползлось по всему миру, и стало некой такой общественной организацией, в которой быть незаписанным для людей высшей категории власти или элиты было бы не комильфор. Правители западноевропейских государств постоянно пытаются направить науку о мироздании во вред другим странам, которые являются конкурентами на мировой шахматной доске. Я думаю, это логично, что люди так думают, потому что когда историю изучаешь и когда смотришь на исторические факты, выясняется, что многие из лидеров в мире, которые являлись ключевыми фигурами в исторических событиях, они все были членами масонства. И, естественно, для многих это не секрет, что основная цель у них была владеть всем миром и брать к себе первого от лидеров других стран, чтобы через них управлять богатствами и ресурсами других стран. Эксперты полагают, что это происходит потому, что руководители западноевропейских стран считают себя выше других стран, поскольку, как они полагают, находятся на вершине пирамиды. И весь мир должен круглосуточно работать на благосостоянии США и Евросоюза. Они считают себя избранными. Это их право, поскольку они считают, что они обладают некой сверхнаукой, которая это позволяет. Эти кадры сделаны в последний день февраля 2017 года. На них бывший президент Франции Франсуа Алланд запечатлен в гостях у братьев масонской ложи «Великий Восток Франции». Французское либеральное масштабство или Великий Восток Франции, оно воспитано или вскормлено французской революцией. Поэтому, конечно, политикой надо заниматься, бизнесом надо заниматься, конечно, надо голову на гильотинах рубить. Все нормально должно быть. Такие робеспьеровцы. Алланд из этого разлива, поэтому он такой открытый, не боится говорить об этом. Это первый в истории визит президента Франции в масонскую ложу, численность которой составляет 50 тысяч человек. Как видно на этих видеокадрах, Алланды встречает великий мастер этого братства Кристо Аббас. Но что забыл президент Франции в масонской ложе? По официальной версии, Франсуа Алланд приехал к масонам по случаю 300-летия ложи, где ему показали музей истории масонства в Париже. После чего Алланд в своей речи поблагодарил масонов Франции за деятельность в сфере укрепления демократии. Но и это еще не все. Бывший президент заявил буквально следующее. Мое присутствие – признание того, что вы много делаете для республики. Французская республика знает, что она вам многим обязана и что вы всегда рядом для ее защиты. Ваши размышления присутствуют в общественной сфере и вдохновляют тексты, которые завтра могут стать законами нашей страны. Мало кто знает, что это далеко не первый визит Франсуа Алланда в масонские ложи. На этих кадрах он еще будучи кандидатом от социалистической партии выступает с речью. Но где? Как нетрудно заметить, он выступает в помещении, где отчетливо видны символы масонского братства. Алланд, он правильно совершенно говорить, не прошедший масонскую школу или школу, скажем, масонской ложи, он не получил навыков организационного управленчества, скажем так. То есть он не был, выражаясь хорошо известным нам языком, октябренком, комсомольцем, пионером, коммунистом, то есть не прошел по этой иерархической лесенке. И поэтому не знает, как управлять, создавать, руководить и так далее. Масоны в Иране. Кто до исламской революции управлял этой страной? Они до исламской революции почти полностью захватили Иран. Кульминация их силы – это было во время пихлеви сына, который сам являлся членом масонства. Кто такой Дональд Трамп? Тамплиер или потомок Рюрика? Вдруг ни масон, ни из политического клана, ни пятый, ни десятый вдруг, вопреки всем прогнозам, стал президентом. Мало кто знает, что все британские колонии также в той или иной мере управлялись местными масонскими организациями. Иран не был исключением. Но после исламской революции в Иране масонские и другие закрытые организации были объявлены вне закона. А на эту страну были наложены экономические санкции со стороны США и целого ряда европейских государств. Это было сделано при прямой поддержке тайных и закрытых организаций. И это несмотря на то, что к тому времени история персидского масонства насчитывала более 200 лет. У них было два центра в Иране. Город Исфахан в провинции Фарс, где город Шраз находится. И с того времени они до исламской революции почти полностью захватили Иран. Кульминация их силы это было во время Пехлеви сына, который сам являлся членом масонства. И есть документы, которые показывала шахская разведка, что Реза Хан, старший Пехлеви, написал отказ от власти на бланке с масонскими символами. Но и это еще не все. После Исламской революции многие влиятельные масоны были расстреляны. И с того времени нет ни одного масона в политических структурах. Нет их и в структурах разведки и экономики. Именно по этой причине Иран успешно справляется с западными экономическими санкциями. Но тайные структуры до сих пор пытаются вернуться в Иран, чтобы вернуть утраченные позиции. Это член британской королевской семьи Майкл Кенский, внук английского короля Георга V и королевы Марии, а также двоюродный брат королевы Елизаветы II. Кроме того, он внучатый двоюродный племянник российского императора Николая II, а также крестный сын президента США Франклина Рузвельта. Мало кто знает, что высокородного принца назвали в честь великого князя Михаила Александровича младшего брата Николая II и двоюродного брата обоих дедов и одной из бабушек принца. Фигура Майкла Кенского явно недооценена. Его использование, использование его образа и его деятельность говорит о том, что он играет гораздо более активную роль, нежели принято считать. Другое дело, что группы, которые конкурируют с его группой, им удалось нейтрализовать его участие в очень многих мероприятиях, в которых он должен был принимать участие в прошедшие годы. И связано это, прежде всего, с глобальной конкуренцией, которая развернулась между орденами и ложами в последнее время. Но и это еще не все. Именно Майкл Кенский возглавляет великую ложу мастеров-масонов метки и является великим мастером провинциальной великой ложи Миддлсекса. Полагаю, что сложные отношения между королевой Елизаветой и Майклом Кенским это одно из публичных проявлений громадной, скрытой борьбы, о которой мы даже представления не имеем, что там происходит на самом деле. По армейской специальности принц Майкл Кенский военный переводчик с русского языка. Более того, он служил в штабе военной разведки Великобритании. Франк-масонство во Франции Великобритании является необходимым, неотъемлемым элементом политической культуры. И практически все политики, которые стремятся так или иначе обозначить себя на политическом небосклоне, проходят, что называется, ложа, являются масонами определенных градусов и степеней. Как полагает историк тайных обществ Андрей Синельников, внутренние разборки королевской семьи Великобритании начались из-за того, что именно дуэт Майкла Кенского и его старшего брата Эдварда, герцога Кенского, больше других имеют реальную власть Великобритании. Именно Эдвард возглавляет объединенную великую ложу Англии, которая является материнской для всех лож мира. Но и это еще не все. По праву крови и при помощи лож, которые они возглавляют, королевские особы Великобритании опираются на поддержку не только Англии, но и Шотландии, и Уэльса. По мнению историка, обычные люди видят лишь борьбу бульдогов под ковром и не в курсе особенностей этой борьбы и, главное, ее закономерности. Майкл Стюарт великий магистр ордена дракона, ордена, который, скажем, опекает все королевские семьи. В мире, в мире королевские семьи. Не важно, кто ты, там, принц Монако, не важно, кто ты, там, королева Норвегии. Это все к ордену дракона относятся. Все до единого. А Майкл Кенский сепаратист. Он вообще заявил, что вы будете так себя вести, и я возьмусь Шотландию и отколю от Англии. Вот просто суверенит попрошу. За что Елизавета попыталась выгнать из Англии? Но чем это угрожает России? Мало кто знает, что в середине 2000-х годов англичане на полном серьезе рассматривали восстановление монархии в России с принцем Майклом Кенским во главе. На какое-то время этот проект утих, но перед отмечанием юбилея 300-летия дома Романовых в 2013 году возродился снова. Мало кто знает, что бывший сотрудник английских спецслужб, ставший писателем Фредерик Форсайт, даже написал роман «Икона», где агенты ЦРУ и английской Secret Intelligence Service реализуют проект колониальной монархии в России и делают главой нашей страны Майкла Кенского, царя Михаила. Но зачем английской короне понадобилось сажать на российский престол Майкла Кенского, когда подрастают два сына, его старшего брата, принца Чарльза? По мнению экспертов, герцог Эдвард и Майкл Кенский вполне могут разыграть следующий вариант, где старший сын принца Чарльза, Вильям, становится монархом Великобритании, а младший, Гарри, вступает на российский престол. Но есть и другой сынок, близкий родственник, все они близкие родственники действительно Романовых. Если представить себе вот этот английский проект престола наследия серьезным и возможным, то какая открывается перспектива? Один член семьи король императора вот этой империи, по сути дела, под названием Британское Содружество, а другой царь целого континента под названием Россия. Проект захватывающий. Но это еще не все. Это сын королевы Великобритании принц Чарльз. Мало кто знает, что именно он контролирует так называемый островной клуб, куда входят более четырех тысяч олигархов из всех стран британского Содружества. Это тот самый финансово-экономический кулак британской монархии. Более того, 117 корпораций, чьи штаб-квартиры находятся в Лондонском Сити, входят в список 500 крупнейших корпораций мира. Но это еще не все. Полноправными хозяевами всех этих компаний являются члены палаты пэров Англии. А это сэр Фрэнсис Дрейк. Он прославился на Ниве морских грабежей. А это сэр Генри Морган, знаменитый английский пират. Мало кто знает, что он за свои морские подвиги получил пост губернатора Ямайки и титул пэра, который по английским законам передается по наследству. Это лишь два показательных представителя британской элиты, которые ведут свой рот от вымогателей, грабителей, воров и торговцев наркотиками. А это 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Но мало кто знает, что этот простой парень из Бруклина потомок одного из основателей древнего ордена тамплиеров командора Гуга Сальма. Древняя легенда гласит, что в момент уничтожения ордена храма в Германии меры применяемые к тамплиерам целиком зависели от отношения к ним местных светских властей. Бурхард Третий Марбургский тамплиеров не любил и сжег рыцарей из четырех монастырей. Но архиепископ Майнца Петр навлек на себя недовольство климента Пятого за оправдание тамплиеров. Но ничего поделать с этим не мог и вот почему. У тамплиеров в глазах архиепископа и тамошних обвинителей были неоспоримые доказательства своей невиновности и правоты. В Германии они пришли на суд во главе со своим приором все 20 лучших рыцарей тамплиеров. Попросили разжечь костры на которые должны были взойти. Все ожидали что сейчас они гордо взойдут на костры и сгорят. Они сняли свои плащи тамплиерские и бросили в костер. Ну весь суд застыл в ожидании что будет. Костры прогорели и остались кресты с плащей не сгоревшими. После чего суд вынес приговор Господь считает их невинными поэтому судить против воли Господа мы не можем. Тамплиеры были оправданы. Узнав о таком исходе дела Климент V приказал Бурхарду третьему Марбургскому взять дело под личный контроль. По окончании Виенского собора 1312 года архиепископ Петр был вынужден передать владение тамплиеров в руки Мальтийского ордена с условием что они будут возвращены в случае восстановления папой ордена тамплиеров. Трамп тоже не масон. Это достаточно хорошо известно и он этого никогда не скрывает он везде даже в своих интервью это говорит. И поэтому сразу вызывает удивление как-то так вдруг не масон ни из политического клана ни пятая ни десятая ни тринадцатая ни двадцатая и вдруг вопреки всем прогнозам стал президентом этого. Но если покопаться внутрь этого Трампа и вспомнить что корни Трамп свой идет из Германии на минуточку не из Шотландии кстати он не англосакс это тоже удар ниже пояса по Америке потому что все были англосаксом ее президенты. Трамп немец Трамп из Германии и опять никто никогда не скрывал его родословную. По мнению историка тайных обществ Андрея Семельникова 45-й президент США Дональд Трамп имеет полное право претендовать на все золото тамплиеров которое находилось в Германии и было передано папой Климентом на хранение Мальтийскому ордену чтобы они приумножали богатство нажитые храмовниками. Но Мальтийский орден так ничего и не вернул. Заметьте как интересно по хронологии Трамп становится президентом Америки 20 декабря а 22 декабря папа Римский снимает великого магистра мальтийцев хотя по конституции мальтийского ордена и по буле папы тысяча там сто какого-то года он не имеет права снимать великого мальтийского магистра а он его снимает и назначает на его место вы не поверите кого немца. Но и это еще не все. Новоизбранный 45-й президент США Дональд Джон Трамп объявлен потомком основателя российской государственности Рюрика Варяжского причем сразу по нескольким женским линиям. Вот схема 1 согласно которой Дональд Трамп является потомком Рюрика в 36-м колене. Если опускаться несколько ниже в историю то мы обнаружим что тоже есть несколько гаплогрупп которые тоже происходят от одного и того же потомка ну с разницей скажем в 15-10 тысяч лет вот скажем Трамп скорее всего А вот на этой схеме две линии родства от Рюрика до Трампа можно проследить по династии Стюартов через брак Ефросиньи Мстиславной дочери киевского великого князя Мстислава Владимировича с венгерским королем Гизой Вторым в 1146 году их сын венгерский король Бела Третий впоследствии и породнится со стюартыми а через родство со стюартыми Трамп доводится потомкам Рюрика в 37-м колене Соединенные Штаты Америки в значительной степени считаются до сих пор считаются колонией Великобритании и поэтому практически все американские президенты так или иначе являются родственниками английских королей Существуют конечно и исключения но в самых неожиданных местах Например Барак Обама тоже был как считают генеологи одним из потомков этих самых британских королей А это еще одна линия родства Трампа с Рюриком Она идет от Изислава Ярославича чья внучка Предслава Святополковна в 1104 году вышла замуж за венгерского принца и короля Хорватии Альмош Их сын будущий король Венгрии Бела II впоследствии породнится со Стюартами через родство с которыми Трамп будет доводиться Рюрику потомкам в 38 колене Дональд Трамп поскольку его предки выходцы из Германии и Шотландии принадлежит гаплогруппе R1-B1 которой около 15 тысяч лет Мало кто знает что внутри этой гаплогруппы есть свои кланы которые сводятся к четко определенным предкам Знать всевозможные королица и шахи имели большие гаемы имели возможность оставлять гораздо больше потомства чем люди небогатые и поэтому от них действительно очень много людей пошло ну например сейчас в Швеции проживает порядка пяти тысяч потомков Ярла Биргера которые там в Невской битве участвовали с Александром Невским По мнению политологов и историков Дональд Трамп решил улучшить отношения с Россией именно по причине своих генеалогических корней и главным архитектором стратегии перестройки отношений с Россией стал Стив Беннон Вот он именно он привел Дональда Трампа к власти По логике Беннона Америка пала жертвой масонского заговора И приход Трампа у его союзников связан с тем что они стали бороться с этим заговором Субтитры создавал DimaTorzok